МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денистра социальной защиты населения нашей республики Эльвира Григорьевна Эрденеева. Эльвира Григорьевна, добрый день. Добрый день. Очень приятно с вами поговорить. Давно не встречались, на социальной теме не разговаривали. Но я хочу начать программу непременно с пандемии. Что уж говорить, но сегодня все гости, которые приходят к нам в студию, говорят об этом так или иначе, потому что пандемия внесла свои коррективы в работу всех отраслей. Вот расскажите, коснулось ли это учреждение социальной защиты, и в том числе каких-то организаций социальной помощи семье и детям конкретно? Да, конечно, вы правы. В настоящее время действительно коснулось всех наших учреждений, как взрослых, так и детских. Детских учреждений у нас 20. Из них 8 организаций для детей-сирот. Они ушли в тотальную изоляцию указом главы от 13 марта. Надо сказать, что значит тотальная изоляция. То есть дети наши и сотрудники работают и живут в учреждениях наших. А остальные учреждения работают в штатном режиме при соблюдении всех мер безопасности. В первую очередь, конечно, были приобретены все необходимые, будем говорить, средства защиты, конечно же. Организации, допустим, принимающие документы, они уже принимали у нас только по графику и по записи. Специально надо было записываться. Ну а детские организации, вот я остановлюсь на своих детских организациях, потому что я курирую их, да, действительно, вот 8 организаций в режиме тотальной изоляции. То есть они уже вместе с детьми жили в доме, на территории проводили все мероприятия, а за пределы уже было невозможно. Помогало министерство с закупом СИЗОВ и так далее, средств защиты? Или вот были меценаты, которые откликнулись и помогали детским домам и так далее? Есть и меценаты, которые никогда не остаются в стороне. Также средства защиты были приобретены министерством. Значит, указом главы действительно были выделены средства, огромные средства для того, чтобы наши организации ушли в тотальную изоляцию. А вот в этой тотальной изоляции режим принимали детей, продолжали принимать? Конечно. В тотальной изоляции не принимали детей. А остальные, это организации, реабилитационные центры, центры помощи, а таких у нас больше десяти, они принимали детей. Тоже так же соблюдая все меры безопасности. Ну вот расскажите, чем все-таки занимались ребята? Вы сказали, все мероприятия были внутри двора и так далее. Я думаю, ущерба никакого они не почувствовали, ущемление или все же вот заметно сказалось. Все равно есть такая уже усталость детей, да. Но хочу сказать, что наши воспитатели, сотрудники проводили различные мероприятия. Прямо вот говорим, вот если остановиться на нашем малышке, у нас есть такой малышок, значит, организация детей-сиротки, про дети от трех до десяти лет. Иногда и даже больше бывает, если это бывает семья, да. То хочу сказать, что они ушли как летний лагерь. То есть на своей территории разбились по отрядам. Прямо смены типа дома. Да, смена, точно так же поднимали флаг. Вечером закрывают, значит, день, как обычно. Ну, как во всех детских оздоровительных лагерях, да. И надо сказать, что проводились различные мероприятия. Это, во-первых, посвященные 75-летию победы, да. Красные нити проходят весь год воспитательные, вот эти вот в планах, да, воспитательных работ каждой организации. Ну и готовимся мы, все мы знаем, что в 23-м году у нас будет отмечаться столетие республики, да. И уже планомерно у нас идут тоже такая же подготовка. Дни славянской письменности проходили, да. Сурхарбан. Мы понимаем, что на сегодняшний день вот эти огромные наши мероприятия все отменены. Но, тем не менее, наши организации проводили. Ну, надо сказать, что и не обошлось и без спонсоров, конечно, в первую очередь, да. Не во всех организациях наших есть спортивные залы, да. Всего в двух организациях. Это в центре Звездном у нас спортивный зал и огромная территория, да. И в центре Добром. Ну, там у нас, конечно, взрослые дети уже, да. И это здорово, что у нас есть такая большая территория, спортивный зал, потому что можно заниматься и спортом. Вместе с детьми сотрудники проводили не только Сурхарбан, значит, к 75-летию они посвятили вот прям набивание мяча, как мы говорим, это, как называется это, вот это, соски, да, играет. Вот точно так же, да, это мы в детстве когда играли. Вот точно так же они набивали. Ну, они, конечно, не говорю, что они все спортсмены, но, тем не менее, спортом занимаются, да. Я хотела бы сказать, что в Добром у нас, да, вот в Кяхтинском районе нашей организации осталось не так много воспитанников, но человек 15. Ну, и хочу сказать, что наш меценат, это магазин «Легас», подарил им огромный бассейн. Вот это тоже, будем говорить, одно из лучших, будем говорить, ну, потому что там нет у нас, как сказать-то, рядом ни речки, ни озера, ни водоема, конечно. А дети лета же ассоциируются с чем? Обязательно нужно поплавать, конечно, вот это вот тоже один из выходов. Потому что летние лагеря на сегодняшний день в условии пандемии не работают, и дети все остаются в организациях. Раньше в обычное время дети из центров ездили, да, с обычными ребятами? Конечно, они все отдыхали в лагерях, да. Ну, нагрузка как-то увеличилась или нет? Центр работает в прежнем режиме, и... Конечно, нагрузка увеличилась на то, что надо занимать детей с утра до вечера, да. Кроме этого, конечно же, кроме вот этих увеселительных мероприятий, да, будем говорить, таких разнообразных, мы, у нас в каждой организации оборудованы комнаты бытовой адаптации. Что туда входит? Это такая, будем говорить, комната-кухня мини, да, упакована, будем говорить, полностью всеми бытовыми приборами нашими, которые нужны на кухне, да. И дети вместе с воспитателями учились готовить себе первое, второе, горячие там салаты. Но больше всех, конечно, они очень любят все стряпать, будем говорить, и ватрушки, и пончики, и все подряд. Ну да, часто говорят, что дети, которые живут в таких центрах, лишены вот этой вот социализации, да, и вы создаёте как можете. Вы сказали о центре в Кяхте, а вот как у вас обстоят дела с другими центрами в районах, в других сёлах, как там? В других сёлах точно так же. Вот у нас есть очень хороший центр «Радуга», в котором проживают дети в квартирах. Там проживают три семьи, обыкновенная квартира с кухней, спальней, с залом, ну, в доме. И дети ведут не только хозяйство, огород садят, да, уже они сейчас поедают то, что вот посадили, да, если честно сказать. Ну, это в каждой организации у нас дети всё равно занимаются огородом и доведением домашнего хозяйства, для того, чтобы приобщались и знали, что это такое, и были готовы уже к своей взрослой жизни. Людмила, а сколько сегодня детей, которые остались без печени, родители, детей-сирот в республике, вот цифры какие? У нас как-то эта статистика растёт, уменьшается. Ну, хочу сказать, что статистика уменьшается. У нас более 5000, это 5400 детей-сирот. Из них большая часть, это почти 90%, проживают в приёмных и опекунских семьях. В наших организациях проживает именно детей-сирот, оставшиеся без попечения, где-то 350 на сегодняшний день, да. Туда входит и Аистёнок в организации детей-сирот, и Скоши у нас есть образовательная организация, это Галтайская коррекционная школа, там тоже, да, проживают дети-сироты. Ну, а в основном, надо сказать, что статистика уменьшается. Расскажите, пожалуйста, вот как живут дети в приёмных семьях? Потому что мы знали случаи, когда детей берут и всё же возвращают опять вот такие стрессы, да, для ребёнка. Вроде в семью попал, а потом родителям что-то не понравилось, и ребёнку вот какую-то разменную монету туда-сюда. Есть такие прецеденты? Есть такие. Вот, допустим, в прошлом году у нас за весь год было 44 возврата. Представляете, 44 – это очень много, это почти что целый детский дом, да. Ну, это брак, будем говорить, работы службы, который готовит приёмных родителей, школа приёмных родителей. В то же время, надо сказать, что и приёмные родители, когда дети вырастают, они не понимают, что вот, понимаете, берут маленького ребёнка, да, ребёнок растёт, складывается характер, да, уже и в старшем уже возрасте, в основном, возвращает 15-14 лет, когда уже не справляются. Переходный возраст ещё. Если вовремя обратиться в нашу службу сопровождения, да, то можно вот это корректировать, можно находить компромисс, можно помочь и родителям, и ребёнку. Обращаются? Обращаются, у нас служба сопровождения работает. Удаётся, да, выравнивать какие-то случаи? Да, удаётся выравнивать. Ну, и количество, надо сказать, по сравнению с прошлым годом, позапрошлым годом, возвратов меньше. Ну, и надо сказать, что и детей меньше стало, детей сирот. Да, да, но... А расскажите, пожалуйста, вот какой основной фактор называют родители, когда возвращают ребёнка, что вы не справились или как? Ну, вы же брали ответственность, это же не животное какое-то. Так чаще всего аргументируют? Не справляется с поведением ребёнка, потому что запросы совершенно другие. У ребёнка уже сложился характер, ну и вот несовместимых с характером психологическое, будем говорить так. А потом как-то с этими детьми работают психологи дальше? Конечно, у нас в каждом центре есть психологи, которые отрабатывают. Ну, вы же сами знаете, в образовательных организациях на сегодняшний день уже количество психологов увеличено. В каждом районе есть службы психологические. У нас работает и телефон доверия, все его знают, да, если что, можно позвонить, если хотите, анонимно, да. А если служба сопровождения, то, к сожалению, не в каждом районе, но есть служба сопровождения. И если можно обратиться даже к специалистам опеки, попечительства, специалисты опеки передают, значит, сразу психологическую службу, которая может выехать и помочь поработать с этой семьёй. В этом плане дефицита кадров психологов нет, да, сегодня у вас? Ну, хочу сказать, что не все у нас остаются работать, очень сложно работать и, в принципе... Не выдерживают, да, некоторые? Да, не выдерживают некоторые, да. Ну, мы сказали про тех, кого возвращают, а вот те, кто жил, вырос в центре, выпускники, вот как-то вы их дальше курируете, ведёте по жизни? Как общаются? Конечно, у нас специально создана служба постинтернатного сопровождения. На сегодняшний день в этой службе у нас находится на сопровождении 190 детей, которым уже, ну, старше уже 18 лет, мы до 23 лет пока вот не выпустим, не подготовим к самостоятельной жизни, вот так мы постоянно курируем. В первую очередь, конечно, это, чтобы он обязательно получил какую-то специальность, образование, потом, значит, готовим, чтобы, если они стоят на очереди по жилью, значит, чтобы обязательно жильё получил вот эти наши выпускники в основном, да, и, конечно же, пытаемся их устроить на работу. Вот на сегодняшний день у нас стоят тоже службы занятости, мы со службой занятости чётко отрабатываем с каждым районом, стоят наши выпускники уже СУЗов, которые не устроились на работу, но чтобы и получали меры социальной поддержки от службы занятости. Это в размере где-то средней заработной платы по республике, в принципе, выплаты неплохие, и вот в течение шести месяцев они получают и потом устраиваются на работу. А что касается жилья, вот нет сегодня проблем всё-таки для детям-сиротам? Есть проблемы, конечно, это... Какой план? Расскажите. Самая большая проблема, это у нас, конечно, с обеспечением жильём. Более трёх с половиной тысяч стоит на очереди, тем, кому уже исполнится 18 лет, мы должны им уже жильё это предоставить, да. Но выпускникам мы помогаем как? Если действительно негде ему жить, значит, устраиваем СУЗы, чтобы они вместе с общежитием, с образовательной организацией идут нам всегда навстречу. И надо сказать, что жильём обеспечивается именно в общежитии, да, проживание, вот это временное хотя бы. Также у нас есть 15 квартир, которые особо нуждающимся мы распределяем, да, это квартиры, которые передали нам граждане пожилого возраста, которые находятся у нас в комнатах повышенной комфортности в наших организациях для старшего поколения. Это в доверии, допустим, у нас 15 квартир, вот если мамочка молодая, допустим, с детьми, действительно негде жить, вот у нас в основном мамочки живут на очереди, конечно, тоже 15 квартир, этих не хватает, ещё стоят 19 таких острым нуждающихся. Расскажите, вот когда в вашу службу поступает сигнал о неблагополучии, вот расскажите, как ведётся работа, проводятся ли рейды и так далее? Конечно, рейды проводятся у нас на сегодняшний день около 900 семей стоят в наших центрах помощи, в центрах соцподдержки в районах территориальных наших организациях на учёте, как семьи в социально опасном положении, в которых воспитываются больше тысячи, больше полутора тысяч детей, да. Вот за всё это время, вот с 1 января, вот за сколько месяцев, за 7 месяцев проведено более 900 обследований данных семей, чтобы они вовремя сдали документы на детские пособия, если они получают, все мы знаем, какие детские пособия на сегодняшний день и как увеличены они на сегодняшний день, да, чтобы вовремя, чтобы были обеспечены всем необходимым дети наши, тем более, что если у них, потому что они сейчас ведут, ну, вели, будем так говорить, образование в режиме онлайн, чтобы были у них средства, как обучаться, да, это телефоны, чтобы были хотя бы, не говоря уже, ну, смартфоны, да, не говоря уже о компьютерах, хотя у нас есть, будем говорить, такая программа, когда обеспечиваем тоже и компьютером, это Единая Россия у нас решила, что вот такие семьи можно обеспечить, ну, многоэтные семьи, у которых доход ниже прожиточного минимума. Ну, и хотим сказать, что есть граждане, которые могут позвонить и звонят нам на наш телефон доверия, в котором говорят о том, что в таком-то доме проживает, допустим, такая семья. Ну, вот этот сигнал, да, этот сигнал, да, значит, мы его сразу отрабатываем, вот, допустим, на наш телефон вступило вот за 7 месяцев 52 звонка, да, из 52 звонков 14 подтвердилось, да, 14 подтвердилось, да, из 3 семей детей мы вынуждены были изъять, но изымая мы уже совместно, ну, выезжаем в рейды вместе с органами опеки, попечительствует, такая необходимость со службами инспекции по делам несовершеннолетних, если нужна медицина, значит, выезжаем с медициной, тоже также приглашаем педиатров, чтобы выехали на место, да, такая необходимость. Ну, в связи с тем, что вот на сегодняшний день, будем говорить, вот в условиях коронавируса работаем, да, хотелось бы сказать, что некоторые звонки просто не подтверждаются, хотелось бы попросить, чтобы, ну, просто так не звонили, а то бывает так, что соседи сводят, будем говорить, счеты, да, с соседями, ну, нельзя так, да, жалуются, так тоже нельзя, конечно. Ну, прям вот такие, бывают тяжелые случаи, что приезжаете и понимаете, что, блин, действительно очень сложно, очень тяжело, вот такие шокирующие истории есть на что-то. Есть, есть такие, вот я же говорю, из тростки. По районам или вот в Улан-Удэ это? Есть и в Улан-Удэ, есть и по районам, когда приходится прямо изымать детей, потому что дети не могут сами себе обеспечить основные вот нужды покушать и так далее. В основном есть и маленькие совсем дети. Ну, вот вы, наверное, все случаи, наверное, знают, как друг за другом в Заиграевском районе у нас дети то оставали в сугробах, то еще что-нибудь, да, вот просто хотел бы вот еще раз всех родителей, говорить, привлечь к тому, чтобы еще раз сказать, что дети это дети, мы за них ответственны до тех пор, пока не поставим на ноги. Ну, и все-таки давайте вот теперь о сентябре приближается начало нового учебного года. Мы узнали, что буквально вчера правительство России приняло решение выделить еще по 10 тысяч на детей от 0 до 16 лет. Все-таки школа, поддержка. Как ваше министерство будет помогать? Мы знаем, что ежегодно проводят эти акции, поможем детям собраться в школу. Продолжится ли это в этом году? Да, в этом году продолжается эта акция. Если в прошлом году выделено было 7,5 миллионов рублей на 7,5 тысяч детей, да, в этом году та же сумма есть. В принципе, работа уже ведется во всех наших территориальных отделах. Заявления все уже практически собраны, уже 100%. И это выделяется та же сумма на 7,5 тысяч детей, воспитывающих более чем 4 тысячи семей, да. Ну, и хочу сказать, что нашим министерством проводится тоже акция «Министерский портфель». Мы собираем портфель вместе с канцелярскими принадлежностями. Все необходимое для первоклассника. И все министерства, в том числе хуралы и правительство принимают участие. В прошлом году у нас таких портфелей было 55. Мы их отдали нашим первоклассникам, которые находились в наших центрах. Вот мы сейчас тоже так же. Если кто-то захочет помочь, да, куда можно обратиться? Прямо позвоните в Министерство социальной защиты? Конечно. 44, 24, 34, телефон все знают. В принципе, можно обратиться туда. Ну, все мы знаем, что с 1 сентября обучение будет не онлайн, чего боялись многие, а все-таки мы пойдем в школу, да, будем учиться, что называется, живьем. Вот что можете вот как-то рассказать о планах на сентябрь? Вот какие силы, куда будут потрачены ваше министерство? Вот основная работа какая вот сейчас будет? Буквально завершение. Программа минутка осталась. Я хочу сказать, что мы сейчас готовим своих выпускников, в первую очередь, да, у нас таковых 31, которые уже написали и подали документы. И готовим, значит, к самостоятельной жизни. Они уже поступили в СПО, да. Мы их привезем, передадим как положено, значит, да, собираем им вещи, приобретаем, вот это в первую очередь. Ну, и хотелось бы сказать, что все те выплаты, которые прошли, они огромные выплаты прошли всем детям от нуля до 18 лет, независимо от того, это пенсионный фонд выплачивает, либо выплачивает Министерство социальной защиты населения, да. Хотелось бы всех родителей, всех родителей все-таки заверить, что первому сентября мы уже подготовить детей. Мы, конечно же, поможем тем, кто не сможет, да. Администрация районов тоже также принимает участие в этой акции, да. Помогите собраться детям в школу, да. Ну и ждем всех первого сентября в школе. Спасибо за пожелания, наставления. Я напоминаю, что сегодня мы общались с заместителем министра социальной защиты населения Республики Бурятия Эльвира Григорьевна Эрденеева. Эльвира Григорьевна, спасибо огромное за беседу, за все последние данные. Всего доброго и до встречи в эфире телекомпании ТВКОМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова